традиционные корейские каши а именно чаджук каша с кедровыми орехами это первая каша которую мы приготовим и вторая это хэг им джаджук каша с черными кунжутными семенами но обе эти каши имеют рисовую основу и поэтому нам потребуется рис за мирную посуду мы берем стандартный маленький пластиковый стакан где-то около 150 миллилитров и использовать будем белый круглый рис нам потребуется 1 стакан для одной каши и один стакан для другой каши этот рис мы должны с вами промыть минимум три раза в холодной воде промытый рис мы заливаем чистой холодной водой и замачиваем рис минимум на два часа наши другие основные ингредиенты это кедровые орехи и черные кунжутные семена для вкуса и даже для цвета я беру где-то в объеме 1 3 стакана но лучше всего брать для начала пол стакана для того чтобы вам понять ваше именно предпочтительное вкусовое соотношение так что вы берите пол стакана я беру одну треть стакана каждого ингредиента и если ваш блендер перемалывает очень мелко то тогда вам повезло и вам не нужно делать то что я делаю сейчас если же у вас нет такого блендера а лучше всего использовать ручную блендер то тогда все можно перемолоть в ступке с помощью пестика перемалываем все прямо таки по возможности до порошка через два часа замачивания мы сливаем воду и кладем рис на дуршлаг чтобы стекла вода и приступаем к первой каши с кедровыми орехами вода нам потребуется в тройном объеме по отношению к объему рис после его замачивания рис мы закладываем в блендер и заливаем водой вода нам нужна в объеме одного стакана и нужно это все перемолоть как я и говорил лучше пользоваться ручным блендером и перемалываем все это то желательно прям таки до состояния а до воды как вы видите мой блендер так не перемалывает и у меня остались мелкие части риса но вот я люблю жидкую кашу поэтому выйти как я потом решу эту проблему вы же перемалываете все прям таки до по воды и теперь перемолотые кедровые орехи если вы их сразу перемалывали в блендером с добавлением воды в объеме одного стакана то то что я делаю сейчас вам сейчас вам это делать не нужно я же в том блендере какой у меня есть перемолю это еще раз для того чтобы получить однородную такую жидкость и жидкую массу теперь мы заливаем в кастрюлю оставшуюся воду и доводим эту воду до кипения можно сделать это под крышкой когда вода закипит мы должны залить в нее рисовую воду подвигать эту воду потому что она отдаст осадок и я поскольку мой блендер не перемолол все абсолютно до воды процеживаю имеющуюся массу и хорошенько вот так вот рис ложечкой отжимаю чтобы выжать всю возможную жидкость если ваш блендер тоже не перемалывает мелко можете поступить точно так же все мы хорошо размешиваем и варим на слабом огне до загустения все время помешивая массу и когда масса загустеет воду такого состояния то мы добавляем ореховую воду немного подвигайте воду потому что она может дать осадок и заливаем ее в имеющуюся рисовую массу все хорошо перемешиваем и варим на слабом огне где-то около 10-15 минут все время помешиваем точное время сказать сложно еще и потому что вы доводите кашу до желаемой густоты то есть до того как вы любите кашу любите жидкую кашу то делайте жидкую густую наш густую но важно чтобы масса один раз прокипела и все собственно говоря подаем как обычную кашу но с интересным азиатским топпингом используем кедровые орехи и нарезанные тонкими палочками соломками джу джубе как сделать топпинг это уже дело вашей фантазии каша это супер вкусная и полезная соль вы добавляете по вкусу уже каждый сам на себе в тарелочку но можно и перед этим соль тоже добавить по вкусу как правило эту кашу и следующую кашу готовят очень часто людям страдающим от болезни или же выходящим после болезни на реабилитации теперь вторая каша с кунжутными черными семенами вода нам также потребуется в тройном объеме по отношению к объему риса после его замачивания мы загружаем рис в блендер добавляем воду в объеме одного стакана и перемалываем все это в блендере и опять же вся та же ситуация что из первой каши перемалываем это до состояния воды чтобы весь рис прям таки перемолос и исчез вот чтобы никаких твердых частей не осталось у меня как вы видите остались твердые частицы я потом решу эту проблему также как в предыдущий раз и теперь черные кунжутные семена вы могли их сразу перемолоть с добавлением одного стакана воды мне же пришлось их ступки сначала перетереть и сейчас я еще раз пропущу через блендер для получения однородной жидкой такой вот массы и теперь в оставшуюся воду мы должны влить полученную рисовую воду который нужно подвигать потому что она могла дать осадок и заливаем я делаю это через сито потому как я говорила у меня рис полностью не перемолоть если у вас рис полностью перемолот то тогда вы просто заливаете без сито прям таки воду и всю эту полученную рисовую воду мы заливаем в кастрюлю для кипячения немного подвигать и воду она могла дать осадок и все это мы с вами варим на слабом огне до загустения все время помешиваем когда масса загустеет а мы можем пить туда кунжутную воду немного ее подвигайте потому что она может дать осадок и я делаю это через сито потому что я не хочу иметь у себя в каше остатки семян хочу ее получить такую такую однородную как смузи да и мы все хорошо теперь размешиваем и варим опять на слабом огне около 10-15 минут все время помешивая мы доводим кашу до желаемой густоты как любим жидкую или густую соль добавляем либо сейчас но лучше ее уже каждый сам добавит по вкусу уже когда вы ее разольете порционным и топпинг конечно же данном случае используют активные семечки джучь и которые были надрезаны у них была удлина 7 и свернут такие красивые роллы как я говорила кашам очень полезно а из черных кунжутных семян особенно девушкам для шелковистых здоровых и длинных волос очень советую лайкайте подписывайтесь и оставляйте комментарии приятного вам аппетита до новых встреч